О комплексе неполноценности. Несколько лет назад в этой студии вы довольно легко, свободно и охотно отвечали на вопросы и вашего покорного слуги, и русской прессы на русском языке. Можем даже, так сказать, это напомнить. Значит, избивали стеком, ну так, ставя подушку, чтобы не остались бы следы, давали какие-то коричневые таблетки, били, чтобы принудить принять эту таблетку Лили, или на голову в воду, ну, Гестапо или КГБ. Вот что произошло за эти годы, что вы стали говорить со всеми на латышском языке? Ко мне пришел опыт в политике. Смотря на политику и на то, что он говорит и как он говорит, это говорит о целях и задачах. В конце концов, в Латвии все постоянные жители говорят по-латышски, вне зависимости от своего этнического происхождения. Это сразу дает серьезное чувство принадлежности стране. У меня нет проблем слушать ваши вопросы по-русски. Сняли с языка. Мамыкин очищепенец. Он, не так сказать, не влился еще в общество на русском вопросе. Нет, нет. Я очень хорошо понимаю, что ТВ-5 – это канал, который показывают для русской аудитории в основном. Я разрешаю русской аудитории смотреть информацию на родном для нее языке. Телевидение работает на свою аудиторию. А политики Латвии должны с любой аудиторией говорить по-латышски, чтобы маленькую чуточку принадлежности к Латвии показать. А можете вы сейчас подфиниш сказать что-нибудь на русском языке нашим зрителям? Скажу с одним условием. Да. Когда будете меня цитировать, процитируйте полную цитату. Не отрывая латышское начало от русского конца. Поэтому я хочу сказать всем нашим зрителям, что я с большим уважением отношусь к каждому жителю Латвии. Вне зависимости от его национальности. Я в Вену Латвии седзивотаю. Пилненько не от Карии, но они талантливы. И главный мой критерий – это лояльность тому государству, в котором он живет. И теперь на русском. В этом году, в августе, вместе с семьей я был в Санкт-Петербурге. Самая прекрасная экскурсия за последнее время, потому что была возможность посетить русский музей, эрмитаж, съездить в царское село, посмотреть прекрасно отреставрированный Екатерининский дворец. И показать первый раз. Но моя дочь ни разу не была в России. Я, собственно, тоже нет. До того бывал только в Советском Союзе. И было очень прекрасно и приятно посмотреть на то русское гостеприимство, на ту открытость свойственную русской нации, которая не всегда столь присуща моему народу. Мы, может быть, наверное, чаще всего более, ну, такие индивидуалы и не так открыты. И что самое интересное, когда я видел, проезжая в такси, георгиевскую ленточку на зеркальце у таксиста, то это было абсолютно нормально, естественно и патриотически. Но когда я вижу георгиевскую ленточку в Латвии, то это у меня вызывает абсолютно другие эмоции. И здесь, наверное, есть в чем задуматься. Потому что мои уважаемые сограждане русские, живущие в Латвии, они живут в Латвии. И мое самое большое пожелание им всем остаться в душе русскими и, ну, в государственном плане. Не знаю, у меня нет такого хорошего слова, латвийцами или латышами. Это, конечно, некоторая такая, ну, двойственность. Мне трудно по-русски правильно сказать. Там внутреннее противоречие. Для будущего Латвии все граждане Латвии это противоречие должны для себя решить, чтобы они остались русскими, евреями, поляками, литовцами, но в государственном смысле стали бы латышами. Мне стыдно за вас. Вы так легко перешли на русский язык, отказались от принципов, предали их и стали кланяться перед этими русскими, забыв о государственном языке. Господин Мамыкин, внимательно слушаю. Когда вы наедине с самим собой прослушаете эту запись, я надеюсь, что вам будет стыдно за последнее ваше замечание. Спасибо.